Здравствуйте! Заместитель главы дип-миссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД России из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. В МИД России отметили, что Эбелю был сделан Димарш по поводу заявления Канады о намерении конфисковать авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр». Россия расценивает намерение передать самолет Киеву как «воровство», подчеркнули в Министерстве. Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов и подло взятого в заложники, отмечается в заявлении. В ведомстве предупредили, что действия Оттавы будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые уже находятся на грани обрушения. Ранее канадский Кабмин принял решение о передаче украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Решение было анонсировано премьером Джастином Трюдо во время визита в Киев. С момента ареста самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов, около 50 тысяч рублей за каждый день стоянки. Так, в прошлом году сообщалось, что российская авиакомпания заплатила более 100 тысяч канадских долларов, 4,5 миллиона рублей за парковку самолета, застрявшего в Торонто. Представляете, как это выглядит с точки зрения простой человеческой морали. Канада уже полтора года удерживает самолет, который привез им же медицинские препараты в рамках гуманитарной миссии. Собирается его украсть совсем и еще и выписывает ему штрафы за парковку. При этом выслав из страны его экипаж, то есть Россия даже теоретически не может забрать самолет. Что любопытно, наш бюджет исправно оплачивает эти штрафы. А зачем, если самолет украден? Кстати, и доставить на Украину тоже не может, поскольку сертификаты на управление этой машиной можно получить только в России. Но это уже не важно. Важно, что такие инциденты показывают, что на Западе относятся к русским не совсем как к людям. То, что совершенно немыслимо по отношению к французам или британцам, с русскими проходит, в общем, проходит. Причем так было всегда, а не только сейчас. Даже в периоды самых наилучших отношений некоторый двойной стандарт присутствовал. Не только в отношении русских, конечно. Вся огромная территория Канады – это следствие такого отношения к народам, когда-то населявшим ее, а теперь живущим в резервациях. Но та же судьба могла быть уготована и русским. Российско-британская компания с штаб-квартирой в Вологде была создана раньше, чем Остынская. Но тогда в Кремле сидел Иван Васильевич Грозный, прозванный за зверство Четвертым. Конфискуя у него кто-то судно при таких обстоятельствах, первым делом он посадил бы на кол всех британцев, оказавшихся под рукой. Тогда Канада была еще британской колонией, каковой оставалась до недавнего времени. До сих пор высшая честь для канадцев – поцеловать задницу британскому королю. А с индейцами и прочими можно не церемониться. Кстати, хотите помочь каналу? Это здесь. Тиньков, Сбер, Репост всячески приветствуются. И кратко. Запланированная отставка замглавы Госдепартамента Венди Шерман может привести к тому, что ее место займет Виктория Мнуланд. В настоящий момент находящаяся в должности советника, госсекретаря. Количество жителей Европы, желающих переехать в Россию, будет расти, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнасель. Это она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей Бориса Гребенщикова за то, что он назвал действия России по отношению к Украине фашистскими. Двое жителей Преамурья бросили гранату в здание полиции Тынды, засняв происходящее на видео. Министерство труда отказалось поддержать установление шестидневной рабочей недели. Министерство труда России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, заявил глава ведомства Антон Котяков. Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать, указал министр. Ранее специалисты сервиса Авито-работа провели опрос и выяснили, что две трети россиян поддержали бы шестидневную рабочую неделю. Однако россияне готовы перейти на такой график только за прибавку к зарплате. С предложением ввести альтернативный режим работы 22 мая выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Ауанти. Авторы инициативы заявили, что шестидневка необходима, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций. То есть бизнес предлагает переложить санкционную нагрузку на экономику на плечи трудящихся. Это логично, но может привести к революции. Правда, для этого нужно еще проиграть войну и создать революционную партию. Ну, скорее уж на Украине. Захарова высмеяла Киссинджера. Толерану приготовиться. «России следует признать, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии». К этому призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Блумберг. Цитата. «Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны основываться на соглашении и своего рода консенсусе. И я верю, что если война закончится должным образом, это вполне достижимо», – заявил он. По его мнению, Россия несколько столетий находилась в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выяснила заявление Киссинджера. По ее словам, Киссинджер известен своими нешаблонными оценками и, перешагнув столетний рубеж, продолжает высказывать мысли, идущие в разрез с повесткой дня. Ну, смешно, дураку ж хрен на боку. Когда повестку дня формируют Нуланд или Лавров, вполне логично быть с ней в разрез. И консенсус по-любому лучше, чем вечная конфронтация. Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину и ее мужа задержали в центре Москвы. Пара ехала на собственном автомобиле по улице Скоро и Вал, когда их остановили сотрудники ДПС. При проверке документов полицейские нашли в машине содержимое с белым порошком. Актрису и ее супруга направили на медицинское освидетельство. Неизъятое вещество передали на экспертизу. Вот у вас когда-нибудь проверяли документы инспектора ГИБДД? Вот как при обычной проверке инспектор может что-либо обнаружить? Для этого надо как минимум залезть в салон и порыться там, что задержанные навряд ли позволят. Значит, что-то было не так. Только констатируем, опять появились неожиданные обнаружения белого порошка. Хоть не выезжай из дома.